Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 9 апреля 2018 года, понедельник. Два дня прошло с событий с газовой атаки на Ближнем Востоке в Сирии. Идет развитие этой темы. Похоже, что Путин наконец-то перешел красную линию на песке, красную черту на песке Доналду Трампу. Трамп, несмотря на постоянное обвинение во взаимодействиях с Кремлем во время выборов и после, несмотря на критицизм демократов и части республиканцев, толкающих его на личный конфликт с Путиным, пытался не говорить ни лично о Путине, ни о его действиях. Ничего такого, что помешало им в дальнейшем, скажем, обсуждать вопросы и проблемы, которые неминуемо должны обсуждаться нашими странами. Задачей Трампа было сохранить видимость, по крайней мере, нормальных рабочих и персональных отношений с Путиным. А при этом делая все, что он обещал американскому народу, будучи президентом США, так сказать, обещал на выборах ставить интересы Америки выше, чем остального мира. Трамп поднял бурение нефти и газа, освободил США от зависимости от иностранных энергоносителей, проталкивал продажи американского оружия по миру, защищал американских производителей, создал условия для возврата капитала и индустрии в Америку. Несмотря на то, что часть этих мер была Путину и его клики как кость в горле, личные отношения у Трампа и Путина сохранялись, давая Кремлю основания считать, что если что-то случается, они могут обратиться в Белый дом и Трамп беспристрастно рассмотрит их проблему или предложение. Вот даже после отравления Скрипаля в Англии Трамп ничего не сказал Путину, когда звонил, поздравляя с победой на выборах, считая, что нельзя смешивать разные вещи. Ну вот вторичное применение газа, который русские якобы вывезли из Сирии, отравление детей, женщин, стариков в предместе Дамаска, похоже, заставили Трампа качнуться в сторону, которую его давно тянул Конгресс и Сенат, ино и общественное мнение в стране. Несмотря на то, что российские средства массовой информации, должностные лица утверждают, что никакой атаки не было, несмотря на то, что Россия несколько раз предупреждала не наказывать Сирию из-за, скажем, недоказанной газовой атаки, Трамп объявил Путина таким же виноватым в смерти задохнувшихся от газа детей, как и ОСАД. Министерство иностранных дел России заявило тут же, что задача этих фальсифицированных обвинений, не поддержанных никакими фактами, это крышевать терроризм, крышевать слово мое, они этого не употребляли, осуществляемые там повстанцами, скажем, борющимися против законного сирийского правительства. С точки зрения мирового права, по крайней мере, организации обедленных наций, в тот момент, когда начался геноцид сирийского народа, осада, он потерял полную легитимность. Западные правительства пытаются создать легенду, которая позволит им атаковать Сирию, а мы предупреждаем, что не позволим по сфабрикованным обвинениям атаковать нашего международного друга. Ну и далее так мрачновато, который пригласил наших военнослужащих, и они находятся в стране, чтобы ее защищать. Вот чувствуете угрозу такую глухую, раздраженную в построении предложения? Иран тут же подхватил тему и развил, назвав обвинение в химической атаке полной фальсификацией. Министр иностранных дел Сирии вспомнил, как США напала на Ирак, в котором не было, якобы не было химического оружия. Ну, наверное, ему просто забыли рассказать, что русские вывезли химическое оружие из Ирака в Сирию, а потом соврали, что увезли его обратно из Сирии к себе домой в Россию. Англия и Франция за месяц до этой атаки, очевидно, зная, что-то такое, что происходит, обе сказали, вернее, что-то знали. Было несколько мелких таких атак, в которых оппозиция говорила, что сбрасывалось некое химическое оружие, но атаки были мелкие, недоказанные, непроверенные Западом, поэтому было ощущение, что не было точного знания. Так вот, значит, обе стороны сказали, что если произойдет эта атака, значит, осаду это так не пройдет. Франция пообещала даже бомбить осаду. Англия более туманно заявила, что мы не будем стоять рядом, значит, спустив руки, опустив рукава, я не знаю, как точно говорить по-русски. Уже известно, что, значит, во время этой газовой атаки в субботу убито 70 человек, до того, значит, в этот же день бомбежками, с которыми вместе пошла эта атака, еще 80, еще вроде 500 либо ранены, либо вдыхали этот газ. Вот похоже, кстати, по результатам воздействия, что этот газ, это был Сарин, который оппозиционные силы в Сирии утверждают был сброшен с вертолета в такой канистровой бомбе, как они говорят, прямо на жилой район Дума, Дума, так сказать, в Восточной Гуте. До того, в той же Думе, Дума, 26 февраля этого года войска осада сбросили небольшое количество газа, убив ребенка, уложив в госпиталь 15 человек, 13 человек, кажется. С 7 марта осадовцы произвели такую хлориновую небольшую атаку в районе Сагба, недалеко от этой самой Дума, отравив 29 человек, а 1 февраля сего года 3 человека погибли от локальной газовой атаки. Все эти атаки рассматриваются теперь как подготовка к массовой атаке, продолжающей в субботу, имеющей целью выдавить остатки сопротивления из пригородов Дамаска и очистить регион от оппозиции. Без сомнения, американцы, поддержанные европейцами, пойдут в атаку, как только с трибуны ООН будет произведена идентификация газа и ее источником, названной Дамаск или Москва. Значит, ракеты, самолеты, дроны и другая техника Запада будет поднята в воздух. Я бы предположил, что все аэродромы Сирии, вся противовоздушная оборона Сирии, а также основные военные базы Сирии будут подвергнуты одновременной массивной атаке. Я также думаю, что российские военнослужащие спрячутся по бункерам или вывесят флаги, чтобы американцы, значит, pass over, то есть пролетели мимо, не трогая их всех. Вот, все, кто не вывесит флаги, будут являться мишенью. Значит, если русские расчехлят буки, все, кто рядом, будут уничтожены. Если иранцы, сирицы или наемники Вагнера, Моцарта, Баха или Равеля будут отвечать огнем, все, что будет находиться в зоне этого огня, будет уничтожено. Ассад совершил ошибку. Ему дали тихо захватить Атанклаву в Дауме, Даума, что-то я все время неправильно его произносу, Зачистить все сопротивления, значит, с его стороны берега и фраты, он бы остался королем или диктатором на своем куске Сирии. А второй кусок по другую сторону высохшего русла контролировался бы там оппозицией, курдами и американцами. К этому шло дело, поэтому, собственно, Трамп и собирался выводить 2-3 тысячи американских десантников оттуда. Команды, которые были туда привезены для того, чтобы бороться с ИГИЛом. Значит, Ассад Трампа не очень волновал и был целью, не был он целью, так сказать, внешнеполитической, там, ближневосточной политики. Более того, Трампа Россия беспокоит меньше, чем Китай и чем Северная Корея, кстати. Правильно или неправильно, Трамп был готов играть с Путиным и нижать его особенно, если я правильно понимаю ситуацию, значит, больше, чем необходимо, скажем. Чтобы иметь возможность разобраться с основным геополитическим противником Америки, это коммунистический Китай. У Китая в 100 раз более сильная экономика, чем в России, в 10 раз более сильная армия. Китай ежечасно совершает кибернабеги на США, ворует технологии, занимается обманом при торговле и является крупным держателем американского долга. И теснит США с мирового коммерческого рынка. По сравнению с ним Россия, ну, не знаю, прыщик, причем не самый большой и болезненный. В субботу 7 апреля 2018 года Трамп был вынужден поменять свой фокус и свою политику. Я лично хочу на 100% быть уверен, что газовая атака была произведена осадок цели. Уж слишком глупо было ее проводить и слишком хорошо это для оппозиции, для курдов и для всех тех, кто борется с осадом. Но вот судя по тому, что до этой атаки было 4 малых, что осад хотел быстренько зачистить район, что его люди спокойно относятся к применению газа и массовым убийствам, все-таки думаю, что это они. Как бы неправдоподобно это ни звучало, но хочу быть уверен. И тогда, после подтверждения, земля под ногами осада будет гореть. Но для нас самое важное, что Трамп будет вынужден поменять свою позицию по отношению к России тоже. Что грозит Владимиру Владимировичу серьезными неприятностями? Значительно более серьезными, чем медленно усиливающиеся санкции. Что это будет, я не знаю, но знаю, зная Трампа, что-то очень серьезное и очень болезненное. Ну вот еще одна новость из этого же региона. Тем временем Израиль в третий раз в 2018 году атаковал авиабазу в Сирии. 14 человек персонала убиты, часть сирийцы, часть иранцы. Два израильских самолета, по другим сообщениям, 4 самолета, зашли со стороны Ливана и по утверждению сирийцев выпустили 8 ракет. А сирийская система ПВО, по утверждению Лаврова, сбила 5 из них. Ну, значит, обычно сирийцы врут или просто преувеличивают свои достижения. Русские делают то же самое, тем более, что Лаврову очень выгодно это говорить, потому что, как вы понимаете, в Сирии своих ПВО нет, они ставят российские. Ну вот, 5 из 8, ну хорошо, пока нам ничего не сказали израильтяне или там очевидцы, будем им верить. Значит, еще сирийцы сообщили, что эта атака скоординирована между США и Израилем, потому что вместо США, которая боится Россию, действовали израильтяне. Ну вот по этой логике получается, что израильтяне, значит, Россию не боятся. База эта, которую атаковали израильтяне, значит, около города Холмс, включала в себя, значит, когда-то центр управления дронами и центр коммуникации, который израильтяне разбомбили за два предыдущих раза. И на ней размещено много русских. Значит, с этой базы вылетают самолеты бомбитных гимн, значит, районы, занятые восставшими против фасада бойцами и гражданским населением. Тем временем Россия продолжает перебрасывать военных в форме, значит, без знаков различия, из города Старостова в Дамаск. Значит, Рейтерс, агентство Рейтерс утверждает, что по этому маршруту регулярно летают гражданские самолеты, зафрактованные, значит, российским государством, и перевозят как самих военных, так и оружие. Тех, кто его перебрасывают, называют себя иногда волонтерами, а иногда наемниками. Россия все время возит вооружение, оборудование и все необходимое для военных действий. В Сирии с помощью зафрактованной гражданской авиации, значит, подпитываются как российские войска, так и сирийские, всем, чем необходимо для того, чтобы убивать как гражданское население, так и тех, кто восстал против осада после его кошмарного совершенно уничтожения газом и другими способами своего собственного населения. В Сирию на этих самолетах летят живые люди, обратно на этих же самолетах везут гробы. На этом все. До свидания. До следующих встреч.